Нескодное положение, стопы лежат друг к другу около зарода, тело обязательно вырублено, голова ни в коем случае не заваливается вверх, заваливается вниз ровно, мягкая пустация в плене. Ключ выполняется точно так же, как и все ключи, при помощи аутодвижения, при помощи подручника. Зарод над стопой и центром стопы, общих подпятками, пульсация вперед-назад, пульсация вверх-вниз. Контролировать правильность касанцев. Исходное положение при ключе, натянутая стопа, вторая стопа, прижатая к паху. Прогиб расширяется, притягивание в герла, напочники расправлены. Ни в коем случае не делать подобное упражнение. При помощи подручника. При помощи подручника. Продолжение следует... Исходное положение, натянутая стопа, стопа под прямым углом голени. Стопа в единую линию с голенью. Стопа вывернута во внутрь под кончик. Управление с подручником аналогично. Упражнение делается на этой стороне. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Ни в коем случае не делать упражнения подобно йоговским асанам. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником аналогично. Управление с подручником. Подтяжка вверх, встание вниз, подтяжка со скрупом. Колени максимально разведены, стопы, пятки по коленям, тело выглука. Напряжение в районе различных крестового нервного сочленения. У женщин верхние годицы зажатого стадуса. Положение стоп различное. Стопы в одну линию, стопы параллельно друг к другу. Стопы. В одну линию. В одну линию. В одну линию. В одну линию. Следующее упражнение. В следующем. Ключ пока, там блок попадается. Обязательный выкид тела. Пульсация также, как уголь печи рева. Либо структура на локтях, либо структура на вытянутых руках. Служение. Служенное положение. Руки по 45 градусов. Плотно прижаты на долье. Руки полностью плотно прижаты. Стопа оттянутся. Обязательно зажатывается, чтобы видно, железа. Ноги сильно натянуты. Поворот начинается за счет подброса таза и разворота полгостичь лева. Попора на плечи. В этом случае руки также по 45 градусов. Кстати, выполняет талтодвижима. Упражнение со сподручниками. Упражнение со сподручников. Добавил железу назначил price. Причину, уорота коллайн traded. Тер peaks. Упражнение со сподручника будет подборянуть на filmingeur. в области щитовидной железы. Мужчинам, тебе надолось так лучше не снимать. Тело вытянто, расслаблено. Делаются потяжки. Сначала диагональная потяжка. Правая рука, левая нога. Наоборот. Растягиваю полностью все тело, почти позвоночный стол. Прямая растяжка. Правая рука, правая нога. И растягиваю на двух стороны тела. Левая рука, левая нога. Тяжка должна быть из томного типа. Тяжка должна быть из томного типа. Тяжка. 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 Обязательно обращать внимание на область на тяга щитовины железы. В данном ключе обязательно устраивайте тело по средней линии ключа. Образление может выполняться также и с подручкой. Ноги расщепили за сколько возможно опора от голени и колена. Стопы натянуты параллельно. Опора на локте и кисти. Движения делаются в круги чреве, в животе, в верле. Стопы натянуты параллельно. Стопы натянуты параллельно. Немножко меняется угол. Обращать внимание при выполнении ключа на натяг в области зарода. и напряженность вверх и границ. Голова смотрится вперед. Исходное положение. Тело плотно прижато к ногам. Творяется с подручника с помощью прогиб. Руки тянутся вперед. Попчик оттягивается назад. Движения делаются непрерывной волной. Обратите внимание на прогиб спины. Время движения. Еще раз повторяем. Немножкое положение. Выкнутая нога. Пятка. Попчик. Лопатка. Затывод. Одной линии. Колено. С передней ноги. На уровне солнечного сплетения. Пятка под дорогом. Варя. Сложненный вариант включать. Слева. Варя. Сложненный вариант. Пятка. По руке. По руке. По руке. Варя. Пятка. Другая проекция. Исходное положение следующего ключа. Локоть вверх, стопа прижата, нога выдвинута. Нога выдвинута по 90 градусов по отношению к телу. Стопа плотно прижата, опора на предплечье есть. Инкурс идет из чрева. Изменение угла в виде под 45 градусов. Тело должно быть на прямой линии. Нужно стоп середина пленного сустава. Ведренный сустав, ключевой сустав лока. Голова. Исходный ключ выполняется почти аналогично предыдущему. Но рука прямая. Обязательно держит линию. Следующий ключ выполняется с прямой рукой. Стопа подняет воздух. Отпора точно так. Та же самая треная линия. Та же самая треная линия. Та же самая тратная линия. Knights enrollmentи зата поднимите чуть положено. Дова дав más до 6 태 oko не медвозглета. Дальше защикывайте прогиб спины, зажата щитовидная железа, поднимаемся на цирку с мягким покачиванием Дальше вверх-вниз, аналог выполнения упражнений Руки изнутри, обхвата болен, зажата щитовидная железа Руки обхватываю лодышки, спина прогнута, щитовидная железа, зажата, натягнута Покачивание, посильное покачивание вниз Дальше вверх-вниз, тело и столбом напряжения Усложнение Моги выпрямлены То же самое, руки обхватываю изнутри Ширение плеч, опора нацелла Прогиб назад Четыридная железа, зажатый оборудок, смотрит вперёд Прогиб, отхватит себя за лодыжки Прогиб спины Усложнение можно помнить как в ауто-движении, так и с помощью сподручника Следующее движение Двух вариаций исходных Ноги скрещены Нога выпрямлены В этом случае стопа натягнута на себя Руки обхватывают Нереностопный сустав Варятся С пульсацией Потягиваем на чрево На его Чеву Подручник придерживает За спину Помогает Движение руками Двух Вдруг По освоению Ключа Первоначально всё с подручником Таким образом делаем Либо стопы параллели друг другу Возможно вариант, когда стопы находятся под ягодицами Усложненный вариант Либо стопы параллели друг другу Обратили внимание на исходное положение Сразу, пока не укреплено Точничное крестцовое сочленение Пока внутренний полный дисбаланс Не прошла стадия катарсиса очистки Упражнение ни в коем случае не делать Следующая крестка Первоначально выполняем торписи с подручником Подручник придерживает Помогает, но не поднимает Обязательно подъем на носки Обязательно подъем на носки В этом положении Первоначально торжество с подручником Покачивает вперед-назад Вправо-влево Поясница подвижна Обратите внимание, что поясница должна быть подвижна Подвигаться независимо Верхний крючевой пояс От нижнего Верхний двигается за счет движения вверх Здесь за счет движения в чреве В antioxidants Три же самые 透кообразные движения Теперь еще самое Jack зак volley Там Подбородочник натянут Смотрит Назарод Многоcence Под колени Выところ натянут Первоначально Тorts Делается Ид mal движения тело скручивается пояснице и натянется доводим до крайне критической точки сделаем маленькую, жесткую подсчетку мягко надавливаем, подсчетываем на другую сторону обязательно скручивающее натяжение в кросничной области особенно важно при кроснично-кресцовых радикулитах крыжевых позвонках защемления запоры на носки опоры на выткнутые руки очень сильно у женщин снижать вверх негодит мужчин область ануса скуды стараемся делать скруты вдоль средней линии то есть выкручиваем тело подобно выжиманию покрой дрябки следующий ключ опора на локти опора на колени ноги либо в двух варианциях делать необходимые этапы стопа трюк сильно натянутом на себя стопа стрела выровнена с голенью в леденную линию делаем слава в группа кошачьих прогибов прогибаемся в другую здесь обратить внимание прогибы делаются в верле прогиб делается в животе для самих послушных железах прогиб делается в чреве и максимальное стопное подтягивание не напряжение а и стопное подтягивание колени раздвижены насколько возможно тело прямое первоначально лучше делать с подручника который фиксирует мозг тела и поехали делаем при применении ноги на среднюю линию исходное положение колени расщепили на максимал область плата натянута у мужчины зажат павлац женщины вверх ягодиц стопы проверили вариант со сподручником вот вариант делаем 2 до 3 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 15 15 15 Отличие в движении йоговской осаны статика, здесь постоянное непрерывное движение, дибрация всего тела. Несколько сводов здраво-бедовской живой идеи, более древнее название джек-хай. Каждый из сводов здраво-бедовской живой идеи действует на определенную систему человеческого тела, развивает их. Стриба развивает легкость движений, то есть в то же время крепость сухожильного, мышечного, костного аппарата, то есть тонизирует костный мозг, активизирует кровообращение в составных сочленениях и помогает вообще добиться человеку легкости и естественности движений, подвижности тела. Велеса во здраво позволяет за быстрое время прокачивать мышцы, мышечные группы, то есть большие мышечные группы, укреплять сухожилия. В целом, я сборно специалистических аспектов, которые мы будем говорить непосредственно о здраво-бедовании сводов здраво-бедовской живой идеи. Свод здраво макоши, помимо крепления тела, в первую очередь, адресно раздействует на внутренние органы. Он предназначен для быстрого ураганной прочистки тела, для ускорения метаболизма с отменой веществ в теле. И соответственно, для любого самого здоровья. Хор самого здрава предназначен для разработки подвижности суставов, не только подвижности, а именно крепости этих суставов. Все эти своды, вроде бы, пересекаются. Так же, как и с ними пересекается волевая здрава или первого здрава. Так же, как с ними пересекаются воинские детские здравы. Мы разобрали с вами здраво Бога. То есть воинское здраво, которое используют для начального обучения. Более поздний казачий рода. Более ранний, для княжьих дружин. Дружин, так называемого Боряжского устоя. Для воспитания ближников Перула. То, что опять называемого Перула. То, что опять называемого Перула. Два сна. Либо Хадарских кимбанатов. Кроме этого, есть еще свокаж Божья здрава, который включает определенные психотехники, психоаналитические упражнения. То есть для развития внутренней силы, обостояния чувств и тоже много других. То есть в этих драмах очень много ключей. То есть мы с вами разбираем только первые ключи, только азы. Сейчас коснемся непосредственно стрибы, стрибожье здраво. То есть стрибожье здраво, стриб вообще из трех устав. Стрибожье здраво. Значит стрибожье здраво сделано на три устава. Из первого устава стриба, обладение голову. Вторая устава сверля. Научение применения волны в движениях. Третья устава спас. Устава спас владение своим телом. Движения его естественно равнодритные. Давайте разберем первую из 80 волны используемых в стрибе. Круговая волна. Для того, чтобы приступить к ней, в стрибе. Сейчас коснемся одного понятия. Это сворожий круг, круг жизни. Прямой крест, перумок крест. Косой крест, Вересов крест. Либо языком символизма. Сила человечества, социума, мира, мира людей. И мира живой природы, Вересово силы. Связанное. Ничто не должно задавливать друг друга. Пусть они одинаковые. Вересово. Концы этих крестов. Все это окружено даже Божьим кругом. Это и есть сворожий крест. Он же поясняет плоскость движения, которое вы будете делать в стрибе. Плоскость щита. Вот эта плоскость, как я дежурный. Префонтальная плоскость. Вот эта плоскость, как я дежурный. Это плоскость колеса. Горизонтальная плоскость. Плоскость пояса. Неважно, где эта плоскость находится. Движения совершаются в одной из трех этих плоскостей. Далее используются движения по кругу. В плоскостях в пересовом направлении. По 45 градусов по отношению к кругу. Начинать можно осваивать с перуного креста. Плоскость колеса. Плоскость щита. Плоскость полеса. Плоскость полеса. Начинать с работы суставов. Плоскость полеса. Наибор оптимальный, если вы будете придерживать одной рукой пальцы. Второй палец. Кисть вытянута. Не напряжена. То есть, локоть напряжена к телу. Вот так же. Как бы, растягиваем сустав. Начинаем на запястье. И совершаем круговое движение плоскости щита. При этом и стоит обратить внимание, то есть локоть почти неподвижен, то есть да, то есть при вращениях в одном суставе у вас будут двигаться, конечно, и другие, то есть мышцы еще нет, то есть, главное, внимательно вращать на сустав, который вращаем. Плоскость щита, плоскость пояса, плоскость колеса, как по суставу, то есть по часовой стрелке, так и против сустава, против часовой стрелки. Обратите внимание на незажатость сустава, мягкость, легкость движения. К сожалению, суставные сумки у большинства людей, как бы это мягче сказать, если это можно назвать воспитанием, то воспитаны в рамках внешней цивилизации, гуманизма, правительственности и всеобщего дебилизма. Они не то, что не развиты, они загажены, поэтому при начале, когда вы будете делать, у вас будет стоять в хруст суставных сумок. Сейчас начнем делать то же самое упражнение на ногтевой сустав. Обратите внимание на неподвижность, фиксированность, но не зажатость, ни в коем случае, не пренапряженность запястанного сустава и плечевого сустава. Стараемся, чтобы движения на неработающих суставов были как можно меньше. Руку можно отпустить. Плостость пояса. Плостость щита. Плоскость пояса. Для того, чтобы лучше понять, освоить движение, лучше всего начинать, возьмем плечевого сустава. Сначала нужно сделать движение по первому луквисту, то есть тело неподвижным. Сустав подать вперед, то есть не гордость спину, а болезни мая потянуть сустав вперед-назад. Вытянуть его в эту сторону и тянуть его внутрь. Движения будут небольшие, но они должны чувствоваться, то есть не представлять движение, а делать движение. Хотя первоначально, при неразработанности суставных сумок, будет получается только подергивать. Забиваться необходимо вращение свободного, плавного, то есть дерганого, а не мягкое, плавное движение. Причем неважно с какой скоростью делать. Причем, если вы будете спокойны, либо быстрее усилий. То же самое делаем на ногах. Ставим стакон на носок, нажимаем на токсину. Сначала растягиваем, разнимаем сустав. Можно это делать с подвышником, как я сейчас показываю. После этого вращение с подвышником фиксирует болезненный сустав и фиксирует пятку. Тоже самое в трех плоскостях. Плоскость колеса, плоскость щита, плоскость пояса. Тоже самое в трех плоскостях. Тоже самое в трех плоскостях. Тоже достаточно подвижный сустав у большинства в трех плоскостях. Тоже достаточно подвижный сустав у большинства людей. Подробное упражнение делается на всех суставах пальцев. При помощи сподвышника отрабатываем этот сустав. При этом стараемся его не ломать, а просто разрабатывать, давать ему чуть более подвижно. В то же время не надо переусердствовать. В эту сторону продавливать сустав, ломать, чтобы он был, как на его грузничке, не надо. Продолжение следует, как на одной луге, так и на другой луге. Возьмем на узлах древа человеческого. То есть это на ветвях и кольях мы разобрали. Теперь само древо. Вращение делается не позвоночником. Возлы с силами находятся. Это не виндуистские чакрамы, не биологические точки. То есть они точки сил, узлы силы. Древа, то есть, совмещаются с определенными внутренними органами. Именно они имеют определенные силы в нашем организме. Их достаточно много, то есть на древе. То есть мы остановимся сейчас на первоначальной, которая необходима для отработки в течение разных типах логов. В течение двух-трех лет, как минимум. Первоначально ставимся на них. Условно, как говорят на востоке, точке третьего глаза. Соединяем ее в плоскость, проходящую по праве шеи. Там ведется обычная голова. Вот это одна линия. Вот это вторая линия. То есть на пресечении этих линий, внутри, то есть по средней линии, у нас находится мозжечок. Этот мозжечок и есть центр чела. То есть не лоб, а от чела. Можжечок центр, управляющий нашими движениями. То есть управляющий нашими движениями. Вращение в плоскости пояса. Обратите внимание, чтобы голова при вращении не заваривалась, не дергалась, не шло что-то такое. То есть она идет ровно. Идем, если не качается. Плоскость щита. Здесь точно так же. То есть растягиваем вверх и вниз. Вправо, где вы соединяем за четыре точки. Плоскость колеса. Поднимаем правильность посадки. Следующий центр, который вам необходим доработан, оставляя эту область, переходит к области ярла. Что такое ярла? Мешок племмы, в котором находятся ледки, отделен от желудочно-пишечного тракта. То есть, и другие мешки, скрытые брюшины. Другие мешки. Пленки диапрагны. Сквозь эту диапрагну, в центре тела. Как раз получается, напротив сосков. И здесь у нас по краю выступа лопаток. То есть, находится плоскость. Горизонтальная плоскость. То есть, это диапрагма, отделяющая мешок племмы легкие, сердце от повышения. Сквозь нее проходят, в центре, по средней линии. Проходят ауфта. Проходят пищево. Вокруг отверстия, сквозь которые они проходят, расположен нервный пучок. То есть, нервное сочленение, которое и есть ярлов. Это нервное сочленение управляет выбросом тех временных гормонов в нашу кровь. Соответственно, нашими психоэмоциональными реакциями. То есть, или душой называют психикой. Не важно, кому угодно. Точно так же, для того, что у нас возит один из самых тяжелых центров. Потому что люди в современном орбанизированном мире несколько забыли искренне, забыли настоящее. А когда в душе кривда, в душе не двигается. Делаем по крыльному кресту. То есть, движение вперед, крыла. Вдругами, крыла-постанствия назад. Сдвижка вправо. Сдвижка влево. Соединяем эти точки. А сейчас при показе упражнения его намеренно опутрируем. Вначале при освоении необходимо сделать как можно более максимальный круг без рывков и то же самое плоскости щита. Движение сначала по кривому кресту вправо-влево, растянули позвоночник, вытянули диафрагму вверх, не выпить бы ее, расстыдули тело, сжали позвонки, сжали тело. Дальность в исходное положение, теперь соединили крайнюю точку. Плоскость конеса в верхней точке, я уже познакомлюсь нижняя точка вперед-назад, тоже уже повторяю, соединяем эти точки по кругу. вверх. Следующий центр. Здесь мы берем от внешней границы ирла до кубка расстояние в дереву пополам. У каждого человека пропорции хроничные динакции. Здесь, напротив моих пальцев, в центре тела находится поджелудочная железа. Это центр живота. Она и образно, и физиологически действительно является центром живота, то есть центром нашей жизни. Она регулирует обменные процессы в нашем теле. по здоровости болезни. По здоровости болезни можно говорить по кругу заболеваний поджелудочной железы, сакротового диабета и прочее. А так мы действительно очень здоровы. Делим то же самое. Вперед, назад, вправо, влево. Соединяем эти точки пояса. Следующий центр берем от пупка, делим расстояние пополам. В данном месте находится в соединении тела поджелудочная железа, которая является регулятором подмена веществ. или является центром живота. Делаем вращения. Сначала делаем вращения, то есть делаем первонаткрест. То есть выпячиваем, назад выпячиваем, вправо, влево. Вначале у вас не будет получать, а потом и что-то получается. Будет происходить в процессе, то есть воздушный скопок в животе. То есть делать против. Значит, с момента, то есть возможно появление таких негативных моментов, значит, как тошнота, поздорвоты. То есть это нормальное явление, потому что у вас будет прекращать застой крови. То есть и здесь одна из маленьких проблем, то есть внешний мир, одно из самых страшных заболеваний будет сахарным диабетом. И не только сахарным, вообще диабетом. сахарным оснащением солнцико-желудочной железы. Отсюда же идут больные течень, больные пищи, больные пищи, болезни ветра. Я люблю. Приятные заболевания. Проблемы идут из-за недостатка кровоснабжения, питания тканей и непонятных. То есть практически всеми упражнениями стрибы вы вызываете приток крови, пяти мордов и соответственно их не оздоровление. Хотя оно проходит, как они таблетки, которые съели и полегчало. Пока не выйдут так сильно, будет не ухит. в колесе. Следующий центр железы. Лобковая кость, край лобковой кости. Расстояние от пупка до зарода. У женщины физиологический клитор, у мужчины порядок. Там находится предстательная железа. Расстояние, отвечающие за репродуктивные функции. Делаются вращения. Сначала, то есть та же природа костя прорабатывается, как плоскостя. Далее делаются круговые вращения. Стараться при этом, чтобы у вас не происходило, то есть движение это не волна. Волна, то есть это мягкая волна. У женщин данный орган находится чуть выше, от правилов уковой кости до кубка. Это физиологически, это матка. Тоже в центре тела. То есть особенности мужского и женского организма при выполнении упражнений нужно учитывать. Большинство людей, живущих в современном деле, считают себя чуть ли не идеально здоровыми. Насколько это верно, то есть, в принципе, не стоит, наверное, говорить об забивших всем уже оскорбленных стрелестях урбанизации, экологических проблем. Это всем очень хорошо известно. И вот следует, наверное, остановиться немножко на другом. Мы знаем взаимосвязи, то есть нашего тела и нашего внутреннего состояния. То есть в современной науке, то есть есть тема психосоматика. Давайте мы немножко коснемся вопроса и взаимосвязи нашей жизни и нашего тела. Узлы человеческие связаны с определенными аспектами нашей жизни. То есть плохо развитый, точнее, мажечок – это прерести и опасности инсультов. То есть это плохая координация движений. Это плохая запоминаемость, повышенная отслабляемость, слабый интеллект, слабые адаптивные способности в жизни. Ярло – это наши психические проблемы. Гипертрофированная эстетика. То есть я прохожу на одной площади. Хлордозы. Кипоз мне достаточно трудно с моей спиной делать подобные извращения. То есть вот сколиозы, то есть вот перекалябранные направо или налево. Здесь не только слабость развития, но и депромированность психики в первую очередь. Интограм в русском языке – это психосоматические связи. В русском языке, когда человек на себя очень много окружает, и грузит на него много ответственности, которую мы должны принимать, то есть на которой отторгает. То есть говорят, что это северная шея или северная вылет. То есть начинает появляться что-то типа вот такого. Испоявление, то есть деформация шейных позвонков. Вот это, да, то есть кипозная, то есть лордозная грудь, то есть кипозная, то есть деформация психики. То есть это комплексы не полноценности, стеснительности и прочее. Завышенные самооценки, то есть это грудной лордоз. Правый-левый сколиоз, то есть это такие же, то есть деформации психики. Во-первых, деформация психики, то есть связанная с прошлым или с устремлением в будущее. То есть как многие люди, то есть где-то у меня там все будет. Какой я достойный, достойный, недостойный, лучший от жизни. То есть подобных дуростей очень много. То есть психогеней живут настоящие. То есть, соответственно, деформируется спина. Деформируемый обмен веществ, выпеченные, передавленные внутренними органами. То есть, понятно, приводящие, не выпеченные психосоматические связи, то есть в первую очередь, то есть не развиты области микитов, области живота. Это информация их, то есть внешняя информация. Затем, то есть выточенность приводит к нарушениям. Это болезнь, то есть, да и не только вещества. То есть это сахарный диабет, это язва и прочее, 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 прочее. То есть очень много говорится, то есть в последних лет, то есть о связи тех же самых язвенной болезни с психосоматикой, значит, о психологических причинах заболеваний с тем же самым сахарным диабетом, то есть желающим могут париться в литературе, как и в медицинских серьезных исследованиях. То есть это достаточно подробно уже описано, к счастью. То есть не только старые доски, медицины, знахарства, ну и современные доски, что дошло от летних. Старые, древние, скучные, запрошенные в какой-то война с нами. Ясно, то есть те же самые проблемы касаются и среднодуктивной функции, то есть бесплодие, кредитность, который тоже является бичом нашей жизни, то есть заболевание чрева. Я не говорю о половой скучности, которая просто из-за неправильности осанки. Это тоже очень достаточно простой момент. То есть входящая вот так вот молодежь, в принципе, пособие потомосуды, наглядные. Либо, то есть, конечно, Борис Борисеев в моде, если бы на мужчины так видеть не думал, что это уже непонятно. Все вот эти вот аспекты, то есть они связаны с психики. Помимо всего прочего, то есть, значит, это, я объясню себе, это печать на человеке, печать его характера, печать его жизни. То есть это как раз и есть старое характерничество. То есть когда по внешнему виду человека, то есть можно определить, что он, кто он, что из себя представляет, то есть его проблемы. Это просто нужно учиться разбираться. То же самое, как наши руки. Кисть – это наши связи с семьей. То есть как бы человек ни говорил о том, что его хорошо, то есть взаимоотношения с его родом, близкими, с семьей, друзьями, если у него вот эта коровая кисть дергана, это только подвижно. То есть он просто лжен. Лжен сам себе, то есть лжен сам мир. Обратите внимание просто на ваших друзей, знакомых, где-то на свои собственные проблемы. То есть вы это увидите. Зажатость локтей, неподвижность локтей. То есть, как это будет проще сказать, наверное, старым языком, полгодность локтей. Значит, это непонимание окружающего мира, в котором мы живем. Закрепощение плечевых суставов. Как бы человек ни говорил, то есть о своем понимании мира окружающей природы, ни случая подойдет. Никак. Понятно. Здесь обратная печать. Если проблем у человека, его не понимает семья, это отражается на плечевых суставах. Если его не понимает, не воспринимает общество, в котором он живет. То есть рабочий коллектив, не важно. То есть студенческий коллектив, это артриты, артрозы, это деформация. Так. Так.